И этот выпуск хотелось начать вот с этого кадра. Сейчас примерно 7.30 утра, в 8 часов у нас завтрак, в 11 уже обед, все из-за того, что у нас ранняя игра, в 3.30 по местному времени, прямо против юниорской сборной Дани. Надеемся, что продолжим победное шествие, такое же, как и у всех сборных, в первый игровой день международной паузы, когда и сборная Беларуси, и молодежная юниорская, и даже у 17, все одержали победы. Надеемся, что мы не подведем и сегодня обыграем юниорскую сборную Дани. Что за день сегодня? 12 ноября, сегодня день рождения, 17 лет. Вчера дубль, сегодня день рождения, что пацанам обещал? Пацанам пока еще ничего не обещал, вечером проставлю, тортики. Стараюсь сегодня еще забить, может больше. Так а если забьешь сегодня, что еще надо будет, еще один торт покупать? Смотрим? Да. Слушай, сегодня у Лени день рождения, ты знаешь вообще об этом? Конечно знаю. Так, команда что-то готовит? Команда готовит победу. А сюрприз для Лени? А победа, мне кажется, там главный подарок. Так, ладно, ты меня сделал. Слушай, ну сегодня передачи на Леню будем отдавать, на нее сегодня родители будут смотреть. Леня сам себе голы делает, там ему передачи в принципе-то и не нужны, но он в принципе сам вставляется, да? Да, конечно, он сам может забить, сам пройти младшую, я так думаю, конечно, но поиграют на него сегодня партнеры. Что мы будем дарить? Победу. Так, все договорились, да, это отвечаете? Да, да. Слушайте, ну надо все... Мы еще не можем себе позволить. Дорогая. Варя, ну надо сегодня играть на Лене, походу. Он вчера двушку положил, сегодня надо хитрик. На него родители смотрят. Лензи не хитрит, кстати. А ты что, знаешь его батю или что? Он у нас тренера. Да, у нас тренера. А ты что нам подаришь? Дедушка. Громко. Ян, ты и тут на воротах, да? Ты не хотел поиграть в бофоле? Да, но и тут хорошо. И тут хорошо? Говорю, я на воротах лучше. Тоже на нон-чест играешь? Да. Тоже на нон-чест. Поскольку очень много неудобных передвижений по арене. Например, чтобы подняться на трибуны, необходимо с скамейки сборной Беларуси перейти на другой край арены. И там около выхода единственная дверь, похоже, которая ведет на второй ярус к болельщикам. Может быть, это сделано для того, чтобы болельщики случайно не оказались рядом с хоккеистами. Но все равно очень неудобно в плане передвижения. И вообще, это немножко странно. Но да ладно. Наши парни уверенно побеждают сверстников из Дании. И причем, я не понимаю, как только я покидал ядро арены, сразу забрасывают шайбы наши ребята. Причем, пока я менял фотоаппарат на камеру, умудрились мы забросить две шайбы. Но сегодня в огне, конечно, Леня Булгаков, который сегодня день рождения. Две шайбы на его счету. Мы говорили утром о том, что может быть, он уформит сегодня хит-трик. Что ж, еще время есть для хит-трика. Но Леня сегодня молодец, как и вся команда. И мы мучимся к победе. Парни молочек, и Лавка живет. И, конечно, я думаю, что сегодня тренер-систа будет также доволен. Посмотрим, что скажет Андрей Михалек после игры. Но сегодня все складывается снова по нашему плану. Ну что, парни, победа. Еще одна, еще пятерочка. Ну да, да, еще пятерочка. Отлично. Да, нам нужно было лучше, конечно. Конечно, можно было лучше. В парате мира это будет. Вторая игра у нас нет. Да, мы немножко себе позволяем. И сегодня, во-первых, было, я не знаю, за два периода было столько потек. Почему я говорю? Что-то шутка недооценила. Попалились, кладали молочек. Партнеры помогли. С партнера, мы ничего не сделали. Дипа, Николай Тишкин, и все отлично пасы отдали. Да, Коля, как раз в протоколе не написали голевую передачу, он расстроился. Надо разобраться. Да, надо разобраться, потому что реально хорошо, что на дальний счетчик набросил, конечно, незаметно. Так, один плюс два сегодня, в день рождения. О чем еще можно мечтать? О чем мечтать? На самокате? Мам, мам, я жду электрический самокат. Удивляет, насколько легко и уверенно мы побеждаем. Причем самое интересное, что парни понимают, что сделали еще один шаг на пути к победе на турнире. И не более того, как и вчера, 5-0, такие же примерно эмоции, что и сегодня, сделали свое дело. Они молодцы, они понимают, но также они осознают, что завтра предстоит важнейшая игра против юниорской сборной Словакии. И там уже мы, конечно, должны подтвердить ход по дистанции этого турнира в исполнении нашей сборной. Ведь идем мы просто прекрасно, играем мы отлично, но, конечно, дело еще не завершено. И это главное, наверное, что звучало в раздевалке победной, что нельзя расслабляться и нужно красиво закрыть Словакию, конечно же, победить и спокойно, с спокойной душой уехать домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!